Поздравляю вас с этим результатом. Два кубка в один день. Двойной повод для радости. Благодарю. Спасибо большое. Спасибо. Действительно приятно. Тем более, что ждали мы это пять лет уже. Ребята последний раз в 2010 году выигрывали. Сафин Тимур в этом составе был. Тимур Арсланов. И вот последние пять лет мы постоянно вторые-третьи. Чемпионаты, кубки мы не можем никак подняться на первую ступеньку. Сегодня, ребятки, молодцы. Девочки два года назад выигрывали. Первые были тоже. В этом же составе была также Аделина, Настя Иванова и Татьяна Голосеева. Лавренова была Вероника. Сейчас вместо нее была в команде запасная Юля Гайнулина. Ее не выставляли сегодня, молодая. Но, тем не менее, команда была собранная. Хорошо фехтовала. Первая встреча была самая тяжелая. Курчатов. Сами понимаете, там два первых номера сборной России, скажем. Ну, не то чтобы первых номеров, но девочки со сборной России. И на Дереглазову первый номер. И Юля, конечно же, достаточно сильный спортсмен. Сегодня ребят было просто не остановить. Они со всеми командами фехтовали просто всей душой. С чем связан такой прорыв? Ну, во-первых, наверное, это уже опыт какой-то у ребят есть. Не то чтобы молодежный запал просто, да, юношеский. А какой-то появляется класс, который уже можно подтверждать. Ребята выполняют уже преднамеренные какие-то приемы, которые тренеры просят их. Они с этим справляются, реагируют на подсказки, пытаются изменить ситуацию, если что-то неправильно выполняют. Ну, а настрой, это, наверное, еще связано, опять повторяюсь, с тем, что голод вот этой победы, жажда победы первого места. Потому что, ну, призы это хорошо, но все-таки спорт, он же подразумевает одно первое место. Правильно? И всегда его охота. Ну, и как признаются все ваши соперники, ваша команда именно отличает настрой, желание? Может, кровь национальная. А если взять вот все три дня, есть кто-то, кто особо порадовал или, может, кто, наоборот, разочаровал? Именно из нашей команды или вообще? По качеству фехтования Тимур Цаффин понравился, Рома Куц понравился. Неплохо выглядел Аскар Хамзин, Эрик Хамзин, два брата. Ну, особо не буду больше никого выделять, как бы, и, ну, тем более, как бы, говорить какие-то недостатки в интервью, ну, все-таки. Это домашние уже, да, вещи. В целом, ребята молодцы, справились. Они, вот, как говорят, бывает турнир, на котором по ступенечке поднимаешься. Они в личном так же тяжеловато начинали. Первый ступень, первый боец, 32-16. Тимур очень хорошо вошел в финал, подобрал уже форму. Психологически не справился. Среагировал на судью, что нельзя было делать. Завелся и потерял нить боя. Леша Черемисинов, опытный боец, конечно, использовал это. Вот, и в команде они уже тоже, имея опыт личных, потому что это же первый старт, да, в этом сезоне. Пока не на что опираться, так скажем, только что прошлогодние старты. Сегодня они после личных подросли даже в команде. Начиная от первой встречи, они буквально вот от боя к бою они подрастали. Порадовали ребят, молодцы, хорошо. Я заметил, что у вас было небольшое собрание после первого дня соревнования. О чем говорили с ребятами? На самом деле это плановое собрание, мы каждый раз после личных соревнований собираемся. Нет, это анализ, обязательный анализ по горячим следам, для того, чтобы сделать какие-то поправки, внести, то есть коррективы. Все сутки были для отдыха впереди, восстановиться, проанализировать и подготовиться. Именно вот проанализировав начало сезона, ребята все ждут, конечно, ну как я начал, да. То есть, и, конечно же, им приятно услышать было их положительные и отрицательные моменты для того, чтобы в команде все-таки это опробировать. И порадовала сегодня также третья же команда. Результат, конечно, за вход в восемь это пусть будет невысокий, но они хорошую, как сказать, встречу отфетовали с Москвой. До предпоследнего боя вели постоянно. Ну, чуть-чуть не справился предпоследний бой Искандер. По-моему, 9-3, что ли, мне кажется, бой отфетовал. Ну, молодой спортсмен, ничего страшного нет в этом. И Марат Бакиров выходил с разницы в один укол. Трудился, старался, ну, Алексей Черемисинов, конечно же, пока не по зубам в этой ситуации. Поэтому вот именно эта команда мне тоже очень понравилась сегодня. А кого-нибудь из, от ваших спортсменов ждете от кого-нибудь такого качественного шага вперед в этом сезоне? Ну, это, конечно же, всегда это, как, какой же солдат не мечтает быть генералом, да? Конечно, жду. Сезон покажет, сезон самый сложный перед Олимпиадой, он же всегда, он такой немножко нервозный, немножко такой, как сказать, эмоциональный. Кто выдержит, во-первых, первое, да? Ведь помимо домашних стартов, основные-то старты, это же этапы Кубка мира. Конечно же, хотелось бы, чтобы два Тимура поддержали свой уровень в этой борьбе. А там на выходе, посмотрим, тут загадывать тяжело. Хочется, конечно, да, попаданий и на Олимпиаде медалей. Как будет? А девчонок от ваших? Немножко сложнее, потому что же это все-таки у девочек только личный отбор и участие личное только на Олимпиаде. Тем более, великолепные выступления Инны Дереглазовой и Аида Шанайва, первое-второе место в мировом рейтинге, они достаточно высоко. И Лариса Коробейникова, да, восьмерке была. Трудиться, стараться, бою, ну, я говорю, здесь немножко, конечно, сложнее ситуация. Хотя Аделина Загедульна и Настя Иванова, они в любой момент всегда готовы биться. То есть это бойцы, которые просто так, они не уходят с дорожки. Спасибо большое, поздравляю вас еще раз, спасибо.